Великобритания С любимыми книгами С детства мне казалось, что я хуже всех Что я слабее Что я некрасивая Что я неумная Что такой комплекс, извините, что я есть И, наверное, то, что я преодолела в себе это Причем на это мне потребовалось достаточно много лет Я считаю, что вот это главная моя победа Что я, наконец, преодолела в себе вот этот комплекс неполноценности А не справиться и не выстоять она не могла Жизненная сила и уверенность в себе Переданные ей родителями по генам Сделали свое дело Венера упорно работала над собой Овладела английским языком Приемами восточных единоборств Научилась уверенно держаться в седле и за рулем машины Но, несмотря на то, что девушка мечтала стать врачом И поступить на медицинский Жизнь настойчиво вела ее к другой стезе А именно, кинематографу Многочисленные предложения от режиссеров Она приняла благодаря настойчивости мамы Так появилась актриса Венера Ибрагимова Венера, вы неоднократно рассказывали о том, как вы попали в кино Но это действительно история Сама напоминает фильм К маленькой девочке подходит режиссер И предлагает ей роль в фильме Вам самой кажется, что это было? Везение? Чему быть того не миновать? Как бы я не уходила от этого решения Какими бы путями не вела меня судьба Она все равно привела меня на эту дорогу Наверное, так должно было случиться Сейчас в вашей жизни некая актерская пауза Как вы ее переживаете? Майя, в один прекрасный момент, утром проснувшись Я поняла, что мне тесны актерские рамки Мне хочется чего-то другого То есть это замечательно Я очень люблю актерскую профессию Но она часть большого механизма И ты лишь один из винтиков вот этого процесса И вдруг, когда вот отходишь, а большой видится со стороны У меня появилось нестерпимое, жгучее желание Организовать процесс самой И может быть, оттуда начались вот эти попытки Стать организатором, стать продюсером Одна из моих ипостасей Это был международный кинофестиваль «Звезды Шакена» Я работала как продюсер в кино Я была автором и ведущей очень многих телевизионных программ Понимаете, жизнь, она настолько небесконечна Что хочется попробовать себя в разных жанрах И я пробую Но самое главное, что сейчас я делаю, Майя Я жива Венера, а вы вообще хорошая хозяйка? Такой прямой вопрос Если честно, мне очень сложно представить Венеру Которая варит борщи, жарит котлеты Майя, вы помните фильм «Белое солнце пустыни»? Конечно Когда, ну, читай, любимая жена Детей рожать Одна Готовить Одна Убирать Одна Стирать Одна Шить Одна И все Одна Тяжело Но Так как мы из категории женщин Которые И избу наскаку И коня Из огня вытащим То есть Я думаю, что я все-таки стараюсь быть хорошей хозяйкой Ну, это побывает тогда, когда есть Время Тогда есть настроение Когда хочется Вот чем-то удивить Порадовать Вот Особенно, когда получается вообще счастье Радость У меня такое ощущение, что я сделала что-то грандиозное Удивительно Я для себя сделала давным-давно открытие Вот одно и то же блюдо Вот тесто Оно очень чувствительно к энергетике К рукам Несколько человек будут делать из одной и той же муки С одними и теми же ингредиентами У всех получается тесто разное У меня оно получается Как камень Его попробуй раскатай Мне мама говорит Только тесто не делай, пожалуйста Я сама Я сама И своими нежными ручками Потому что моим тестом можно просто как холодное оружие использовать В конечном итоге Венера, я сегодня за вами целый день наблюдаю Вы, безусловно, человек крайне Где-то жесткий Ну, имеющий стержень Не по этой причине вы расстались со своим вторым мужем Мне кажется, рядом с такой женщиной Быть, находиться Крайне сложно Ну да Чашка чая Теплая домашняя обстановка Располагает немножко почирикать Понимаете, очень тяжело все время стоять на цыпочках Рядом с кем-то Когда кто-то выше Ну, я имею в виду не в росте Когда кто-то что-то стремится И кто-то в полете Очень тяжело соответствовать ему Приходится стоять на цыпочках А представляете, если долго стоять на цыпочках Устаешь И в какой-то момент Становишься на полную ступню Я имею в виду людей И начинаешь просто понимать, что Нет, это невозможно Наверное, так и произошло Что я Он устал стоять на цыпочках Наверное, скорее всего Потому что мужчина вообще, в принципе, наверное Не выдерживает вторых ролей Ему надо быть доминирующим А я из категории женщин Которые Мы встретились достаточно Уже в зрелом возрасте Которые уже привыкли быть самостоятельными Которые умеют принимать решения Умеют их реализовывать И меня невозможно вогнать в рамки Обычной, уютной женщины С завтраками, ужинами Но может быть Даже это не самое главное Возвращаясь домой Естественно, за дверью оставляю Все профессиональные обязанности Все регалии, титулы Все остаются за дверью Сюда и домой я вхожу Просто с женщиной Тем не менее Просто, понимаете Проходят коды И ты вдруг Начинаешь понимать Что мы совершенно разные Мы по-разному смотрим на этот мир Мы совершаем какие-то поступки Которые, допустим Для меня неприемлемы Я не могу простить Я не могу простить Каких-то Ну чисто, наверное Из женского какого-то Своего достоинства Измен? Я не могу простить измен Я не могу простить Когда человек Не летит рядом со мной Когда человек просто Наверное, клеит Я не могу так Потому что невозможно жить Все становится тускло И жизнь становится неинтересной А она у меня одна И каждый день Она проходит И я не могу позволить себе Такую роскошь Постоянно стоять И ждать кого-то Раньше я занималась тем Что я тянула за собой А теперь я хочу идти Я хочу многого достичь Я хочу многого успеть О своем разводе Она рассказывает Удивительно легко Как, впрочем И о других испытаниях Выпавших на ее долю Сложно представить Что когда-то Эта ухоженная женщина Звезда Торговала на базаре И мыла подъезды А что делать? На дворе стояли Лихие девяностые Киностудия опустела А нужно было Продолжать жить Пришлось и дворником поработать У меня было в микрорайоне Пять домов Днем я работала артисткой Потом я работала укладчиком текста Потому что у меня это хорошо получалось Потом я озвучивала картины Дубляжом занималась А по ночам я мыла подъезды Убирала дворы Но правда все равно пришлось Свитер натягивать по глаза Одевать кепочку И так, знаете, когда кто-то там останавливался Стал присматриваться Всегда приходилось нарчитывать Таким грубоватым голосом Говорить Давай, давай, проходи Людову здесь встал В это невозможно поверить Неужели была настолько крайняя нужда? Майя, у всех была нужда Потому что разрушились старые устои То есть ничего не осталось Мы все были как щепки выброшены в океан И нужно было за что-то зацепиться Вот самые стойкие Они, конечно, находили Поэтому находили способ Выставить и зацепиться Знаете, я нисколько не хочу сказать Ах, как мне было тяжело Я бедненькая такая Нет Тогда все так жили И я не задумывалась об этом Как же так? Я же все-таки должна работать Киностудия стояла мертвая Коридоры были темные Даже лампочек не было Но мы все приходили туда Актеры Еще те, как старые Как последние из магикан Мы садились в актерской комнате Мы ее согревали своим дыханием И мы мечтали Мы мечтали, что Нет, это все пройдет Мы сейчас мы все выдержали Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова